Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают нас от этих событий, потому что, начиная примерно с конца XVII века, начиная с XVIII века, мышление стало очень быстро изменяться, жизнь стала изменяться, технология стала изменяться так быстро, что мы с трудом представляем себе мир, в котором рождались те основные понятия, те идеалы, на которых до сих пор стоит наш мир. И поэтому мы, собственно говоря, лишены контакта с этими идеалами, мы не можем их не отбросить, потому что мы не можем их понять, не принять, потому что мы не можем их понять, и поэтому мы находимся в несколько разорванном состоянии с самими собой, то есть наши собственные основания от нас находятся на некоторой недосягаемости, на некотором расстоянии. И вот, в принципе, уже пора нам расстаться с Авраамом, но как-то очень не хочется, потому что очень много про него сказано в Священном Писании, очень мало мы успели о нем поговорить, но Шагал нарисовал две картины. Вы помните, что мы пользуемся картинами Шагала и некоторых других художников для того, чтобы как-то увидеть через призму художественного творчества, через призму того, что накопил и рассказал нам художник об этих людях, об этих событиях. Шагал написал две картины, посвященные Аврааму, две картины, посвященные его внуку Иакову, и ни одной картины, посвященные тому, кто находится между ними, человеку по имени Исаак. Вообще, Исаак участвует в событиях, связанных с Авраамом, участвует в событиях, связанных с Иаковом. Исаак — это тот мальчик или тот юноша или тот молодой человек, которого Авраам пытается принести в жертву, чтобы доказать свою верность Богу. И это тот старик, который пытается отдать благословение своему старшему любимому сыну Исаву, но в результате обмана, некоторого такого насилия, которое над ним совершает его младший сын и его жена Ривка, Ривекка, он вынужден отдать благословение своему младшему сыну Иакову. Вроде бы, больше ничего особенного Исаак не делает. Исаак — это одна из самых удивительных и таинственных фигур в Библии, потому что многие исследователи просто говорят, что это был слабый человек, он всего лишь передаточное звено между великим Авраамом и не менее великим Иаковом. Сам по себе он как бы игрушка в их руках, вот он подчиняется Аврааму, он идет на заклание, вот он дает себя обмануть Иакову, он подчиняется своей жене Ривке. Но если мы внимательно... И события, которые с ним происходят, они как бы подтверждают вот такую точку зрения. Некоторые события, описанные в пятикнижии, в книге Берешит, случившиеся с Исааком, это повторение событий, произошедшие с... иногда просто кальки событий, которые произошли с Авраамом. Другие события все равно как-то восходят к Аврааму, он борется, ну там он все время как бы соперничает с филистимлянскими царями и они пытаются, пастухи местные, закопать колодцы, которые открывает Авраам, которые откопал Авраам, а Исаак обратно их откапывает. В этом, конечно, есть... Не надо понимать эти колодцы слишком уж дословно, эти колодцы — это духовная вода, то есть после смерти Авраама люди постарались забыть то, что он им принес, а Исаак, ну как бы не приносит что-то своего нового, но он настаивает на том, чтобы наследие его отца не исчезло. Но вместе с тем, вместе с такой вторичной как бы ролью Исаака, внимательный читатель увидит, что Исаак обладает особым качеством, какой-то особой мощью, внутренней причем, которая внешне почти никак не проявляется. Авраам — это единственный случай, когда в Библии отец посылает специально своего слугу для того, чтобы найти невесту для своего сына, чтобы эта невеста обязательно была не из местных девушек. Ну как бы сразу уже понятно, что этот сын будет доминируем своей женой, поэтому специально Элиезер, слуга Авраама, едет в Харан на родину Авраама и привозит оттуда чудесным образом найденную Ревеку. Но когда Ревека впервые видит Исаака, эта сцена описана в Библии. Она подъезжает вместе с Элиезером уже к тому месту, где живет Авраам Исаак, и видит кого-то, кто идет по полю. И причем сказано, что такая странная, неожиданная очень фраза в Библии «И вышел Исаак побеседовать в поле». Мы до сих пор не видели, чтобы кто-нибудь беседовал, да еще и в поле, да еще и ни с кем. То есть не беседовать с кем-то в поле, а побеседовать в поле. И мы увидим, что у Исаака особое отношение с полем. Его беседа в поле носит совершенно такой вселенский характер. Эта беседа с полем, это беседа с тем, кто над полем. Эта беседа, она запомнилась в еврейской традиции в виде молитвы Менхат. То есть это вот предвечерняя молитва, она посвящена Исааку выходящему побеседовать в поле. Когда Ревка увидела его, она спросила, кто это? И Элизер говорит, это мой господин. И дальше текст, говорится дословно, и она упала с верблюда. Ну, сказано, что она спустила с верблюда и закрыла лицо в переводах. Но в оригинале сказано, она просто упала с верблюда. Такое впечатление на нее произвел ее будущий муж. И в некоторых местах других мы тоже видим какую-то особую его, необыкновенную силу связи с землей. Он никогда не покидает Террецисраэль. Он единственный из трех патриархов занимается земледелием, землепашеством. И урожаи, которые он получает, они огромные. Он страшно становится богат не потому, что, ну, в общем, не так, как его отец Авраам и не так, как его сын Яков, он становится богат за счет своего земледелия. Вот это вот человек, который связывает эту удивительную троицу наших праотцов Авраама, Исаака и Якова. И хочется спросить, кто же скрывается за этими образами? Если мы снимем вот религиозные очки, которые невольно превращают этих людей, ну, так, покрывают их некоторым сахаром и превращают их в такие чисто мифологические, мифические персонажи, на которые нам надо равняться, у которых надо учиться, что имеет свой определенный смысл, безусловно, то мы должны будем спросить, откуда взялись эти образы? Томас Ман очень интересно в своем романе о Иосифе и его братьях, он как бы вот строит такую концепцию, что не было одного Авраама, одного Исаака и одного Якова, а было много Авраамов, много Исааков, много Яковов, было много праотцов, которые вот сложились в эти три архетипа. И все равно, хорошо, допустим, так, и спрашивается, что же это была за толпа людей, что это были за люди, которые вот скитались по нашей земле, по Эра Цесраэль, и которые вот сконденсировались в эти три персонажа. В нашей традиции, ну, в религиозной традиции они ассоциируются, каждый из них, с отдельным качеством великим. Авраам связан с качеством хесед. Хесед означает любовь или качество давания, безвозмездного давания, без того, чтобы попросить что-нибудь взамен. И качество это, вот, ну, уже в более позднем, в таком каббалистическом раскладе, в терминологии кабалы, это качество хесед, оно считается мужским качеством. Иаков считается, Иаков, он как бы в себя соединяет мужское качество хесед и женское качество гвура, которое принадлежит Исааку, и образует качество тиферет, то есть великолепие, то есть гармония, он гармоничен. Что же это за качество гвура, которое отводится, отводится Исхаку? Это качество, это мужество. Интересно, что вот это качество гвура, это способность удерживать то, что было достигнуто, в отличие от способности Авраама раздавать, не считая, способность крепко держать. И вот это качество, оно считается в еврейской философии женским качеством, качеством способности удерживать. Оно принадлежит вот этому глубокому, молчаливому, тонкому человеку Исааку. То есть, с одной стороны, он поддается все время, поддается, он как глина мнется, он поддается влиянию, а с другой стороны, он удерживает. И вот эти оба качества, вот такая гибкость, поддавучесть, и это действительно все женские качества, и они действительно вот вместе все называются словом мужества. Вот спрашивается, что же, собственно говоря, что они принесли в мир, что их так вот, ну, запомнили, или, если подходить к этому с противоположной точки зрения, что наша национальная память захотела выделить в людях и сформировать в свои основные качества. Вот эти три человека, которые были, ну, мы можем назвать доегипетский период. Период, прежде чем Израиль оказался в Египте, потом в качестве огромного уже народа вышел на свободу и принял Тору. Это совершенно другой период, это как бы предыстория. Вот два из них, по меньшей мере, они соединяются в этом странном действии, в жертвоприношении Исаака. И я сегодня еще раз вернусь к этому жертвоприношению. Оно присутствует на той картине, которую мы скоро будем рассматривать, о сне Иакова, сне, в котором Иаков увидел лестницу, та картина, с которой началась наша передача. Но я хочу еще раз показать вам картины. Картину, которую мы уже вот видели, это то, как видит это самое жертвоприношение страшное наш художник Шагал. Мы видим, что в этой картине Авраам почти кричит в небеса. Он почти кричит, ну и что сделать это? Что ты еще от меня хочешь? Но если мы посмотрим картину великого художника, величайшего художника Рембранта, написанного на тот же самый сюжет, многие эту картину видели в оригинале. Она находится в Государственном Эрмитаже. И я думаю, что в дальнейшем я, может быть, вернусь просто к Рембранту и покажу по очереди много его картин, посвященных Ветхому Завету. И это отдельное, не менее интересное путешествие, чем путешествие по картинам Шагала на эту тему. И вот посмотрите, что делает Рембрант. У Рембранта как бы действующим лицом является уже теперь не Авраам, а ангел, который говорит «Остановись, безумный старик!» Он говорит «Остановись!» И такой немножко странноватый такой Авраам, действительно полубезумный, он роняет нож. То есть мы видим, что эта картина, которая является центром, которая является гвоздем, на котором висят христианская, иудейская и мусульманская традиции. Насколько ее трудно было понимать, как художнику XX века, и он находил, однако же после катастрофы еврейства во время войны, он нашел эмоцию, подходящую к этому. Также и художнику гораздо более старому 17 века Рембранту, который находит какую-то ироническую... Ну, вы можете со мной, может быть, не соглашаться, но мы еще будем говорить про Рембранта и про его удивительную способность видеть своим глазом то, что происходит в мифологии. И то, что происходит в Ветхом Завете, это совершенно разные у Рембранта миры. Мифология у него доходит до карикатуры. События, которые происходят в Ветхом Завете, чрезвычайно реальны. А события, которые происходят в Новом Завете у него, они несколько такие более сказочные, чем события Ветхого Завета. И вот это странное событие, которое нам совсем кажется уже безумием, оно, однако, сохраняет свою значимость. И в этом плане я хочу сказать такую, может быть, тоже... Это может кого-нибудь резонуть, но реально, если приглядеться к нашей культуре, если посмотреть на нашу культуру, современную любую культуру, вообще на культуру, с высоты птичьего полета, то мы увидим, что каждое поколение отцов приносит своих сыновей в жертву Богу, у которого это поколение отцов верит. Каждое слово, которому обучается ребенок, каждый урок истории, который он получает в школе, в советской ли школе, в американской ли школе, в религиозной ли школе, в советской ли школе, каждое все обучение, которое сужает, определенным образом он формирует в соответствии с верой человека, в соответствии с тем Богом, которому он в этот момент молится. Этим Богом могут быть деньги, этим Богом может быть единый Бог Всевышний. Разные могут быть вещи, которые отцы вставляют в своих детей, принося в значительной степени их в жертву. Ограниченность родителей формирует детей. И в дальнейшем эта ограниченность приводит к тому, что целые поколения детей уничтожаются, страшно гибнут. Родители учат детей войне, родители учат детей ненависти друг к другу. Мы видим сейчас, что происходит с детьми на наших глазах, на глазах, по крайней мере, моего поколения израильтян. Мы увидели, как легко и быстро родители палестинских детей научили их, что смысл их жизни в том, чтобы убивать и умирать. Вот родители, которые приносят в жертву своих сыновей, это далеко не такое древнее, удаленное от нас мифологическое явление. И начинаешь немножко лучше понимать, почему вот эта картина странная, Авраам, приносящий в жертву Исаака, отец, пытающийся принести в жертву ребенка во имя Бога, почему она до сих пор продолжает работать. И я надеюсь, что вы увидели также, что если трактовка шагала, может показаться нам смелой, то есть такой Авраам, не конфетный Авраам совсем, то и трактовка Рембрандта, она отнюдь не более сахарная. Она может быть в какой-то степени еще более жесткая, но написана в манере, в более округлой манере раннего Рембрандта. Я хочу для сравнения показать вам еще одну картину Брэнда Плисграф. Хочу показать вам еще одну картину для сравнения с этими двумя художниками. Это картина ренессансного художника Джованни Батиста Гаули, где нарисован тот же самый сюжет, но в отличие от вот тех двух наших художников, которыми мы до сих пор занимались, здесь художник восхищен красотой складок одежды, красотой отроческого тела Исаака, красотой возвышенного Авраама, красотой Ангела. В общем, все написано про красоту. И разница, разница это огромная. Thank you, Brent. Разница в подходе к... Вот здесь мы можем, вот посмотрев сначала на картину, картины написанные художниками, обоими художниками, хотя один из них еврей, а другой нет, проникшимися в библейской традиции и художникам, для которого библейский текст является поводом порисовать. Вот в европейской традиции таких художников, для которых библейский текст был в той или иной степени поводом порисовать, в какой-то степени был очень сильно внушена какая-то античная традиция внешней красоты, она преобладает. Художники, которые действительно почувствовали разницу между библейским текстом и остальными литературными источниками, основами для живописи, их очень немного. В чем же эта разница? Разница в том, что этот текст очень суров. Очень... Не суров в смысле того, что там изображаются страшные вещи, там, отец убивает сына, а в том смысле, что эстетическому отводится... Не то, чтобы оно порицается, и не то, чтобы оно отрицается, наоборот. Оно признается как страшная сила. Вот прекрасная красота, оно признается как страшная сила, но оно не признается как сила, которой надо поклоняться. То, что происходит в Библии, всегда эстетическое, с точки зрения эстетическое, весьма противоречиво и порой коробит. И очень немногие художники, оставаясь в рамках культуры и оставаясь в рамках искусства, оставаясь живописцами, становясь великими живописцами, могут пройти туда вот за текст и оказаться за картиной в результате. И увидеть трагичность и сложность происходящего, а не повод порисовать красивые тела, не повод создать какую-то удивительную, порой потрясающую гармонию. Вот эти два художника, по крайней мере, для меня являются особыми в своих отношениях с Библией. И вот, думаю, что на этом мы простимся с... ну, не окончательно простимся с Авраамом, простимся с Иосааком, и перейдем к Иакову. Плитс Брэнда Граф. Вот эта картина, которую мы сегодня уже видели, с которой мы начали, она называется «Сон Иакова». Это очень необычная даже для Шагала картина, очень трудно поддающаяся какой бы то ни было расшифровке. Вы знаете «Сон Иакова». Он заключается в том, что Иаков уснул на некоторой горе по дороге из... по дороге из Эрес-Исраэль в Харан. Он бежал от гнева своего брата Эсаву, у которого он обманом отнял первородство, вернее, благословение. И вот он остановился на некоторой горе, в месте, которая называется Бейт-Эль, то есть «Дом Бога», и увидел сон. И во сне этом он увидел лестницу с неба до... с земли до неба. И по этой лестнице поднимаются и опускаются ангелы. «Поднимаются и опускаются ангелы по лестнице, и стоит в основании лестницы Бог. Вот такой удивительный сон приснился Иакову. И сам по себе этот сон, естественно, как и все остальные таинственные вещи, которые произошли с этим человеком, никак в Писании не расшифровываются. Вторым удивительно таинственным событием, которое произошло с ним, было его тоже... оно было тоже... вообще очень многое происходит, что происходит с Иаковом, происходит ночью. Иаков, значительной мере, ночной человек. Иаков скиталец. Иаков большую часть своей жизни и фактически всю свою активную жизнь провел в скитаниях, в плену, ну не в прямом смысле в плену, но почти что в плену сначала у своего арамейского родича Лавана, и в конце жизни он спустился в Египет и находился в почетном уже таком плену у своего сына Иосифа. Его жизнь полна страшных событий, страшной борьбы. Он рожден вторым, его брат-близнец Исаф родился на несколько минут раньше его. Но Исаф абсолютно не заинтересован в продолжении семейной традиции. Иаков, наоборот, страшно заинтересован, и он сначала выменивает первородство у Исафа на чечевичную кашу, когда тот был голоден. Это поступок, который Библия, который библейский текст абсолютно не может поставить в вину Иакову, потому что, наоборот, он поставлен в вину Исафу, сказано, и презрел Исаф первородство, то есть тот, кто отказался от первородства, тот виноват, а вовсе не тот, кто его взял. Но второе событие, оно настолько уже двусмысленно, что очень трудно, традиция гнется и скрипит, когда говорит о том, как Иаков и его мать Ревека отбирали у Исаака, у отца, право благословить того сына, которого он хотел благословить. История эта очень странная, она чрезвычайно сложная и противоречивая. Но не эту картину нарисовал Шагал. Я думаю, что, может быть, я еще вернусь к этой истории. Она сама по себе чрезвычайно интересна, и хочется о ней говорить, но сейчас нет времени. Наша передача уже подходит к концу, и я хочу поговорить немножко, то есть довести, как бы вот, завязать узелок нашего разговора об этой картине, которую вы сегодня видели. В ней мы видим этого человека, находящегося среди трех миров. в реальном тексте, как бы, в реальной жизни он бежит. Он бежит из мира своей семьи, впереди чужая семья, где он будет работать за своих жен, как раб. Он будет порождать своих 12 сыновей. И вот он находится на грани. Он пришел почти что на границу Эр-Цес-Раэль. На следующий день он уходит из страны, где он родился, на 20 лет. И вот ему снится сон. Текст говорит о том, что он положил под голову камень, или даже там непонятно, вроде бы камни, а когда он просыпается, это уже камень. И из этого Медраж делает вывод, что пока он лежал, пока он спал, эти камни объединились, 12 камней в один, символизируя единство будущих его потомков. Но вместе с тем этот сон, хотя и пророческий, но в нем не очень понятно, что, собственно говоря, напророчено. Так же, как вторая картина Шагал, она посвящена борьбе Иакова с ангелом, которая произошла, когда он возвращался из Месопотамии в Эр-Цес-Раэль, и встретился ему некто, и он с кем-то боролся ночью. Тоже похожее нечто на сон. Некоторые трактуют, что это и было во сне, некоторые говорят, что нет, это было в реальности. Но мы об этом будем говорить в другие разы. Мы видим, что каждый раз, когда Иаков уходит из Эр-Цес-Раэль, как бы возникает такое сопротивление, и ему является некоторое что-то, некоторый сон или некоторое событие, которое восклицает «Объясни меня», но объяснить это далеко не так просто. И я хочу еще раз показать вам картину, а объяснять буду в следующий раз. Please, Brenda, give us a graph once more. И вы видите, что в этой картине есть поменьше... Это картина сама у себя диптих. Два мира. Один из которых такой более синий, другой более лиловый. Иаков находится в более лиловом мире, и здесь мы видим более-менее понятное событие. Здесь находится Иаков, лестница из семи... Шагал решил, что лестница должна состоять из семи ступенек, то есть, ну, по числу, как священное число. Но сама по себе лестница, которая тут изображена, она такая, в общем, довольно хлипкая такая лестница. По ней как бы сходят, поднимаются и опускаются ангелы, то есть, в общем, соблюден сюжет. Во второй же половине находится нечто совершенно к сюжету, не имеющее никакого отношения. Thank you, Brenda. И вот на этом мы с вами сегодня завершаем наш разговор, и продолжим его через две недели, и попытаемся понять, какая связь между этими, на самом деле, тремя мирами. Один — это мир сна, другой — это символический мир истории, и третий мир — это физическое тело самого Иакова. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok